Страна ФМ и Спортэкспресс представляют Стране о спорте Лайф Радостное событие С реальным облегчением Тяжело удалось все? Очень тяжело Учитывая временные особенности В Хинчхане плюс 6 по сравнению с Москвой Работать было непросто Соревнования начинались В районе 3 часов ночи по Москве Заканчивались где-то последние старты В районе 16 Это все непросто Фактически 24 часа редакция работала Вот, вот А ты плачешь, что ты рано просыпаешься Ничего я вообще ни слова не сказал, заметь Это ты за меня говоришь почему-то 8909-928-189-9 Мы сегодня будем обсуждать Очень интересные и острые спортивные вопросы Если вдруг вы захотите задать свои вопросы То не стесняйтесь, пишите А также vk.com Вячеслав, ну вначале предлагаем Поскольку совсем чуть-чуть времени прошло Закрытие Олимпиады 10 дней мы посчитали Да, в воскресенье был Последний день и соревновательный В прошлое воскресенье Точнее уже в позапрошлое И собственно церемония закрыта Вы-то сами Вот интересует ваше мнение Как профессионал Вы-то сами как относитесь Потому что мы с кем-то говорили уже Из ваших людей Существует два мнения По поводу завершения и успеха Который мы добились Одни говорят, что С учетом того, что с нами произошло И в каком составе урезано Мягко говоря, мы туда поехали Это прям очень хорошо все Другие говорят, что Учитывая это Тоже совсем все не очень хорошо Потому что по идее У нас золото хоккей И золото фигурное катание Да, и все Я считаю Вот лично мое мнение Может быть Кто-то с ним поспорит Выступили Не шедеврально Но весьма достойно Учитывая вот те самые обстоятельства Учитывая урезанный состав Учитывая все то давление Которое оказывалось На нашу команду И на нашу страну В спортивном отношении Перед, да и во время игр Я считаю выступление Вполне достойное Да, всего два золота Но есть и серебряные медали И бронзовые В общем, ну скажем так Стыдно не было Слушайте, на фигурном катании У нас серебряная медаль Которая, ну прям практически золотая Все же безупречно было выполнено Имеется в виду командное соревнование? Я вот сейчас говорю про Медведеву А, про Медведь Ну есть Загитова Ну она 15-летняя И только совсем недавно Получила разрешение выступать Просто по правилам международным До этого возраста Нельзя выступать фигуристкам На взрослом уровне Вот она прорезалась И сразу выбилась в лидеры Да, и подвинула Женю Медведеву Ну что мы можем только порадоваться Что у нас не одна А две таких замечательных фигуристок А там еще поросль Про которых мало кто знает Подрастать там 14-13 лет Там к следующей Олимпиаде Еще и непонятно Что будет с Медведевой и Загитовой Учитывая, что там Ну хорошие таланты еще есть Именно у девочек Ну тем более, что прецеденты были Все-таки уже, да, мы помним И Аделину Сотникову, да И других Да, 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 и Лепницкая Да, и Лепницкая, конечно же Вот где они, да Они гремели в Сочи А сейчас, ну не то, что их нет Но девочки потихоньку сошли К ним на смену пришли новые Это мне, знаете, что напоминает? Вячеслав, вот давайте на этом остановимся Мы сейчас прервемся А потом вы расскажете, что вам это напоминает Давайте Все, договорились Ну у нас тут весело У нас тут, да У нас наоборот есть чем любить Всем сердцем любим наших спортсменов Мы продолжаем обсуждать их успехи Мы на фигурном катании Оставились как раз, что поросли каждый год сменяет Да, да, и это мне очень напоминает Поскольку я человек футбольный Сборную Германии по футболу Которая приехала в том году на Кубу Конфедерации Ну дублем фактически Его в одну калитку выиграла При этом молодежная сборная Германии Стала чемпионом Европы в тот же год Вот в прошлом году В семнадцатом А как мы знаем Первая сборная Чемпион мира И в общем там Мало-мало-меньше подпирают Остальных И у главного тренера Лёва Огромный выбор Вот то же самое происходит у нас сейчас В женском фигурном катании К сожалению, пока только в женском Слушайте, ну вот тоже К сожалению К сожалению То, о чем мы говорили вне эфира Не кажется ли вам, что возраст Все Моложе и моложе становится фигуристки Если раньше все-таки это были Вот прям вот Ну женщины, девушки То сейчас практически Фактически дети Ну так и есть Поэтому и запретили До пятнадцатилетнего возраста Выступать во взрослых соревнованиях Так и есть Да Молодеет Молодеет И молодеет Это вид спорта А дальше начинаются проблемы Связанные с половым созреванием С изменениями в организме Там Связки уже не те И так далее И тому подобное Поэтому да Бедра могут раздаться Бедра могут раздаться Грудь вырасти Да, все верно Ну вот поэтому да Поэтому все-таки хочется Чтобы был уже стабильный вес И стабильные спортсменки Ну Что делать Что делать Ты с Валерией с природой Поспорь сейчас Мне кажется Это бесполезно Нет, наоборот не с природой Я наоборот пытаюсь призвать Чтобы все обращали внимание И знали о том Что эти изменения Они неизбежны И наоборот Должна быть вот спортсменка Вот лет восемнадцати Когда точно у нее уже все сформировалось Она худенькая, тоненькая И может прыгать на льду И получать медали постоянно Прям идеальная картина Да Вячеслав, мы неделю назад С вашим коллегой Говорили уже об этом Конечно про хоккей Мы не можем Ну как без хоккей Ну как действительно Тем более золото Впервые за сколько За 24 года Да там получается Ну в 92 году Последний раз было такое Ты каждый раз считайся неправильно 26 лет В прошлый раз у меня 21 год получил Сегодня 24 Через неделю будет 26 Как раз я попаду в точку Да Вы-то как считаете Вы-то как считаете Мы играли все-таки С плохими командами Со студенческими С молодежными Которые вообще ни о чем Или все-таки мы играли И заслуженные победы Нет, но я считаю так Лет через пять Лет через пять А может и раньше Когда будут вспоминать Олимпиаду Вот эту корейскую И будут спрашивать А кто победитель Турнира по хоккею Среди мужчин? Россия И обстоятельства Уже помнить Никто не будет Все, это в истории Это записано Россия Ну хорошо, окей Объединенные атлеты из России Хотя для нас Это понятно Россия Через пять лет Как раз будет сборная России Да, Россия Для нас и здесь Она была Россия Россия победитель Все, точка Да Не самый сильный турнир По составу участников НХЛ Все остались за океаном Но Это ничего не значит В плане истории Все, титул наш Не волнует никого Давайте на этом точку поставим А вообще запятую Потому что мы к вам вернемся Друзья, у нас в гостях Заместитель шефа отдела футбола Издательского дома Спортэкспресс Вячеслав Короткин Скоро продолжим Страна ФМ И Спортэкспресс Представляют Стране о спорте Лайф Итак, мы продолжаем Нашу увлекательную беседу Я напомню, что в гостях У нас Вячеслав Короткин И мы остановились Вот олимпиаду Мы все наши успехи Все наши достижения Так сказать Хотят сказать Не обошли вниманием Но забыла мысль Но нельзя ведь тоже И допинговый скандал Обойти вниманием Потому что он имел место быть Это без нашего родного Естественно Александр Крушеницкий Вот уже каждый день Практически уходят громкие заголовки С его именем И вот такую версию выдвигают И такую И такую Так на самом деле Это был его какой-то недосмотр Или диверсия? Я так не думаю Я лично склоняюсь К версии Что это Ну, диверсия, не диверсия Провокация, не провокация Но это Не преднамеренные действия Вот в этом я уверен Потому что Это надо быть полным идиотом Чтобы Учитывая концентрацию Препарата в организме То есть это разовый прием Взять И перед Олимпиадой Или уже во время игр Принять эту таблетку Вот по доброй воле Но у меня это в голове не укладывается Спортсмену, который представляет керлинг Керлинг, где в общем допинг Зачем? Не особо нужен Хотя Норвежские коллеги Крушеницкого и Брызгаловой Уже сказали Как же так? Почему? Вполне возможно Там концентрацию Повысится Но все это ерунда Не, ну эти астматики Они знают толку Да Даже здесь Даже в керлинге Вот На мой взгляд А В этом виде спорта Допинг По крайней мере Такой как Мельдоний В принципе не нужен Б Ну не было это совершено По доброй воле Поэтому версию О какой-то диверсии Ну я скажем так Не отметаю Ну следственный комитет Я надеюсь разберется Мы знаем что Федерация Керлинга Обратилась К нашему следственному комитету Спросит провести расследование Посмотрим Какие будут результаты Вячеслав Ну а если копать Все-таки дальше Эта тема Поскольку она Ну интересная Она даже С мистическим Каким-то оттенком Мне кажется Потому что на самом деле Противоречит Всему Издравому смыслу Абсолютно всему В ситуации Когда этого просто В голову не придет Никому делать Потому что он Под пристельным вниманием Ну естественно Отметаю Тренер Отметаю Там переводчик Кореец Который был с нами На сборе В Японии Но он только Чисто переводчик Ошибки Ошибки не могло Там быть Там 150 раз Все перепроверили Ну вот какая-нибудь Ошибка Вы знаете Вот что может быть Что может быть Как мне кажется Если это не Ну реально Не диверсия Какой-нибудь Недосмотр И чисто наша Российская халатность Вот это я не исключаю Ну вот это Кстати тоже может быть Давайте еще раз Прервемся Друзья у нас Несколько минут перерыв И мы снова продолжим Нашу программу Стране о спорте Стране о спорте Стране о спорте Продолжается Друзья Мы говорим Сегодня с Вячеславом Короткиным Вячеслав Ну ничего Мы с Олимпиадой Наверное все уже Да И с Мельдонем Даже мы разобрались Ну в кавычках Естественно Потому что точки так и не поставлены Там разбираться еще Представить Вообще есть уверенность Так вот чуть закрывая тему Есть уверенность в том Что вот появится версия Которая будет именно Вот правда Именно тем Что на самом деле И случилось Не ну тут И будет ли она правда Это две разных вещи Но версия конечно появится А еще Борис Николаевич Вот такая загогулина Вот такая вот загогулина Ну тут реально загогулина Вас слушатели поддерживают Если наш спортсмен Не применяет допинг Это не значит Что его у них Не будут находить Смешно и печально Очень вот такая Несправедливость К нашим спортсменам Сообщение без подписи Но девушка написала Вижу по аватарке Но есть надежда Что скоро все это Как-то вот Завершится И в нужное русло Войдет Что мир Справедливость Честный спорт Ну смотрите ОКР Частично По крайней мере Восстановлено в правах После окончания Олимпиады МОК принял такое решение Не всем это понравилось На западе Там сразу вой поднялся Ну в определенных странах Да мы сами знаем в каких Но какие-то шаги Делаются И надо сказать Что МОК отметил Что наша делегация Вела себя идеально И вот эти два допинг-случа Еще вот с бопли С боплисткой На 12 месте Прости меня господи На 12 месте Но сразу же Была признана вина Обеими федерациями Нашими И Ну тут же спортсмены Выехали из Олимпийской деревни В общем все сделали Чин по чину И это не повлияло Как-то Саги какие-то Навстречу делаются Но я не исключаю Что через два года На Олимпиаде в Токио Перед Олимпиадой Точнее в Токио Опять начнется Что-то в отношении Легкоатлетов Что-то в отношении Тяжелоатлетов Идет массированное давление И массированная атака На спортивную Россию По всем фронтам И я не уверен Что за два года Будет тишь И гладь И благодать Вы сказали Враза начнется А мне кажется Может быть и продолжится Просто Ну скажем так Ну просто летники-летниками Зимники-зимниками Ну кстати Интересный момент Помните же Когда футболистов Хоккеистов награждали Они же ведь Подолимпийский Это гимн очень громко И отчетливо Кстати неплохо Спели гимн России Ну да И жены их на трибунах Если женам можно То хоккеистам нельзя Но тут уж закрыли глаза Ну хоть здесь Какой-то здравый смысл Слушайте Я просто вот про то Что вдруг Кто-то вот сейчас нас слушает И не знает про эту Бослеистку Прости господи Я тоже выговорила Что почему у нее Оказался тоже допинг Потому что Она должна была У терапевта взять медотвод То есть она принимала Препарат постоянно Это была личная ее халатность Что она думала Прокатит и так Вот То есть никакого сговора Тем более Ни с тренером Ни с русской делегацией Олимпийские атлеты из России Ничего такого не было И уж тем более Там не пахнет Никакой государственной системой Применения допинга На что нас все время Так сказать Запад обвиняет в чем Зато прекрасный документальный фильм О допинге получил Вчера Оскар Вы же знаете Тфу на них Тфу на них Во-первых Полностью согласен А во-вторых А это тоже элемент Той самой Ну холодной войны Давайте вещи своими именами называть Давайте прервемся Друзья Через несколько минут Страна о спорте Продолжится у нас На Стране ФМ Итак Снова мы поехали Стране о спорте На телерадиоканале Страна ФМ Как я хорошо выразил Снова мы поехали Да Это на самом деле Не помчались Да Только если так В другом контексте Не нужно понимать В гостях у нас Вячеслав Короткин Заместитель шефа Отдела футбола Издательского дома Спорт-экспресс И вот на этом я замолкаю Потому что мысль моя Витя Ивата А серьезный разговор На канале Прошу вас Владислав Извините Да Вот как не получилось С первого раза Но мы это планировали О футболе Да Я молчу Ну как так получилось Что половина программы Уже даже больше прошла А мы все Никак с Олимпиадой Не можем разобраться Наверное поставим точку уже Да поскольку Ну давайте поставим Вот Давайте о футболе Сегодня же у нас 100 дней До начала чемпионата мира 100 дней это приказа Да Да-да-да Это какая-то знаковая дата Вообще Потому что они везде пишут И мы с Лерой Сегодня об этом рассказываем Там массовые флэш-мобы В городах России Проходят И так далее Она просто красивая Скажем так Не сказать Что она вот что-то прям Какое-то практическое значение Иметь Просто красивые цифры Вот 1-0 Это видимо Вот из серии Когда говорят Обычно доллар пробил Психологическую цифру Да Вот этот вот Психологический барьер Ну типа того что-то Вот например Часы которые на манежке стоят Да Отсчитывают Время до начала чемпионата мира Они были на тысячу дней запущены Вот сейчас сто остается Вот ну как-то так примерно Смотрите Тут вот Алексей прислал Ну на самом деле Это что называется Баян как мы говорим Да Это древняя интернетская шутка Ну может не отвечать Но я просто прочту Реально ли за 100 дней Подготовить нашу сборную по хоккей К чемпионату по футболу Сборную по хоккей К чемпионату по футболу Да-да-да Но имеется ввиду Чтобы хоккеисты вышли так же И сделали то же самое Что они сделали на Олимпиаде Только с мячом уже Я скажу так Если уровень соперников Будет такой же Как у хоккейной сборной На Олимпиаде У футбольной У хоккеистов Но только вот они будут играть Против таких же футболистов Ну все возможно Тут немножко посложнее Посерьезнее все Вот в чем проблема Ну вот так вот Алексей Слушайте а вот по поводу того Что осталось 100 дней Я не молчу Но я по теме Все ли стадионы уже сданы Все ли объекты уже приняты Потому что ну это всего ничего Что такое 100 дней Проблема только в одном городе существует Город этот называют Самара Я так и знала Самара да Там должны сдать 1 апреля Должны сдать 1 апреля При этом по правилам FIFA На каждой арене должно пройти еще Несколько тестовых матчей То есть там еще должны успеть и сыграть В остальных городах проблем нет Ну мы знаем да Что 4 города принимали в прошлом году Кубок конфедерации То есть уже все готово Лужники уже введены в эксплуатацию Там тоже уже играли Там в Ростове готово В Калининграде Везде готово Не готово только в Самаре Но я не сомневаюсь Что в России напрягутся И конечно сделают Но мы тоже не сомневаюсь Самара верим тебе Валерия в чем переживает Она родом из Тольятти А Тольятти это сама Ну практически там да Сколько там совсем еще Даже аэропорт один Насколько я знаю Да На два города Да И училась я в Самаре Вот в честь майоровой Пожалуйста Постройте стадион вовремя Все давайте прервемся Через несколько минут Продолжим наш разговор Это страна ФМ Настало время Да даже немножечко Множечко любви Уделить нашему футболу Давайте-ка прогнозировать что-нибудь Прогнозировать А конечно не понимаешь Ничего в футболе Нет Я точно понимаю Что нужно прогнозировать Я вас немножко опережу Россия не станет чемпионом мира Ну вот Если вы об этом Не как Вячеслав Никак О чем мы собрались здесь О чем мы говорим вообще С ним целый час практически Ради чего спрашивается Возвращаемся к Олимпиаде Нет Мы же себя в футболе Все равно хорошо покажем Мы же готовы на 99,9% В плане организации Я думаю Как вот любят говорить часто Да Вот Те же деятели МОК Вот эта Олимпиада Была лучшей в истории Вот например Сочинская зимняя Я считаю действительно Была в плане организации Лучшей в истории И все кто ее хаял до В том числе западные люди Приехав сюда Они посмотрели на это все И потом писали Хвалебные материалы Я думаю Что с чемпионатом мира По футболу В плане организации Он реально будет Но если не лучшим в истории То одним из лучших В этом я не сомневаюсь Что касается Спортивного результата Из группы выйдем И слава богу На Че так слабенько Но футбол у нас такой Валерий сейчас олицетворяет Такое вот Среднестатистическое мнение Наших слушателей и зрителей Почему нельзя же Прям вот раз Вот так мотивироваться И как вот Всем показать Ну знаете пословицы Если атакуй не атакуй Все равно получишь шайбу Ага Вот у нас в футболе Сейчас такое Положение вещей И соответственно Такая сборная Что нам дай бог Выйти из группы Я напомню Что мы С 90-го года С чемпионата мира В Италии А еще Советский Союз Тогда выступал Не выходили Из группы На чемпионатах мира Именно И для нас Это будет успехом И я не шучу Реальным успехом Группа у нас такая Что выйти мы можем По крайней мере поборемся Да там не самые страшные соперники Не самые страшные соперники Да Вот что будет дальше В плей-офф Если мы туда попадем Ну Сложно прогнозировать Очень Так Слушайте А вот Ну Рожайте мысли Я забыла мысли У меня сегодня Так бывает Я хотел сказать Что я помню Это страшно об этом говорить Помню 86-й год По-моему я рассказывал об этом Ужас В Мехико Когда был чемпионат мира Вот тогда еще Сборная Советского Союза Там реально Конечно Бомбически просто Начали играть Но потом Потихонечку Потихонечку Как-то сдулись Ну все равно Надо верить наших ребят Потому что Очень много Вообще вариантов в истории Когда люди Именно вдохновленные Брали И совершали невозможно Слушайте я заметил А что нам остается Кроме веры У нас кстати осталось Буквально 30 секунд Я заметил Вячеслав Что как-то вот о хоккее Как-то веселее получается Разговаривать все равно А успехов-то побольше По понятным причинам Ничего У нас в футболе Скоро будет подрастать Молодое поколение Которое придет И всех затмит Друзья Заместитель шефа Отдела футбола Издательского дома Спортэкспресс Вячеслав Короткин Был у нас в гостях Вячеслав Были рады Видеть вас В очередной раз И надеемся Не последний Приглашаем вас Еще приходите Пожалуйста Приглашайте Приду Спасибо большое Счастливо